Добрый вечер на телеканале Каспий ТВ, программа «Здоровье» с вами в студии Шахнабад Кульева. Говорить мы сегодня будем о заболевании, которое ежегодно уносит в жизни 300 тысяч человек. И это лишь показатели, свойственные нашей стране. Ежегодно диагноз «рак» во всем мире ставит почти 15 миллионам человек. Можно ли сократить быстрорастущую статистику, узнаем из беседы с заслуженным врачом Республики Дагестан, обладателем звания «Лучший онколог России», врачом медицинского центра «Целитель» города Махачкалы Махмудовой Заириной Дербековны. Здравствуйте. Здравствуйте. Перед тем, как начнем, предлагаю посмотреть небольшой сюжет о данном заболевании. Первое упоминание о раке появилось 3600 лет назад. С тех пор и до нашего времени ученые пытаются постичь его природу. Рак начинается с опухоли. Они бывают двух видов – доброкачественная и злокачественная. Доброкачественную опухоль легко удалить. Если этого не сделать, она может переродиться в злокачественную, но убрать ее уже намного труднее. Если же запустить течение заболевания, трагедия неизбежна. Еще полвека назад успех лечения зависел прежде всего от размера опухоли и ее раннего обнаружения. Сегодня рак по-прежнему смертельно опасен, но медики больше знают о нем, лучше умеют с ним бороться и все чаще побеждают его. На поздних стадиях справиться с микроопухолями, успевшими расселиться в организме, намного сложнее. Но если вы заболели раком, очень важно, несмотря ни на что, сохранять спокойствие и позитивный настрой. Недаром говорят, что рак – это болезнь сокрушенных душ. Главное – не отчаиваться и только хотеть жить. Заря Назербековна, мы посмотрели сейчас небольшой сюжет и хотелось бы узнать, как обстоят дела со статистикой у нас в Дагестане. Действительно, статистика неумолима во всем мире. Вы правильно сказали, растет заболеваемость, но показатель смертности стабильно снижается во всем мире. У нас в республике показатель заболеваемости считается ниже среднероссийского в 2,5 раза. То есть в год мы берем на учет около 4 тысяч случаев новых злокачественного образования. Умирает около 2 тысяч человек. Вот это статистика в нашей республике. А по статистике какие виды опухолей чаще всего встречаются? Чаще всего встречается повсеместно во всем мире, в том числе и в России, и в нашей республике. Это рак легкого. Он стабильно занимает первое место и лидирует последние десятилетия. Но дело в том, что структура опухолей, она меняется с годами. Если, допустим, рак молочной железы 2-3 года назад в республике занимал 4 место, то сейчас он стабильно перешел на второе место. Но рак молочной железы у женщин занимает первое место в структуре онкопатологии. Причем характерны очень бурные рост заболевания в Америке и в европейских странах. Далее, второе место я уже назвала рак молочной железы. На третьем месте идут опухоли злокачечной кожи и на четвертом месте рак желудка. Но если взять, допустим, рак предстательной железы, он у нас переместился. 10 лет назад он занимал где-то 14 позицию, а сейчас он переместился на 5-6 место. То есть бурный рост заболеваемости не только в нашей стране, но и во всем мире идет раком предстательной железы. То есть почти каждый орган человеческого организма может быть подвержен наличию онкологии. Да, конечно. И получается, каковы же основные причины этого заболевания и вообще что такое скрывается за термином диагноза рак? Вы знаете, в принципе, термин рак сам обозначает злокачечную опухоль эпителиальной природы. То есть она исходит из наружных покров какого-то органа. То есть фактически любой орган может поразить злокачечную опухоль. Причины этого заболевания до сих пор еще во всем мире неизвестны. Есть факторы, которые могут способствовать развитию рака, и устранив которых часть, мы можем, по крайней мере, заниматься профилактикой этого заболевания. Но причины еще ученые не выяснили. Давайте немного поговорим о каждом заболевании по отдельности. Вот вы сказали, что на первом месте у нас рак легких. Доказано, что риск развития рака легких резко повышает курение. Так ли это на самом деле? Да, практически единственное из всех опухолей, где можно сказать, что доказано, что курение, длительное курение в течение длительного времени и по 2 и больше пачек сигарет в день действительно увеличивает риск развития рака легкого. Кроме того, рак легкого, он не возникает на голом месте. Обычно всегда известный наш ученый, онколог, он говорил, что нет рака без предрака. И для каждой локализации опухоли можно найти предопухольное состояние. Для рака легкого это хроническая обструктивная болезнь легких, так называемый ХОБЛ. То есть такие больные с хроническими обструктивными бронхитами, бронхоэктазами, пневмонией, они должны быть на учете, они должны наблюдаться и животные, чтобы мы не могли заранее предвидеть развитие рака. Кроме того, рак легкого характеризуется определенными симптомами, которые всем известны. Но нужно помнить о том, что вот такие признаки, как кровохарканье или наличие длительной вялотекущей пневмонии, должно всегда заподозрить возможность возникновения злокачественной опухоли у этого больного. А как можно поставить диагноз рак легкого? Вы знаете, первый этап, это, можно сказать, грубый скрининг, флюорографическое обследование населения. Хотя это не считается точно скринингом для выявления рака легкого, но в принципе у нас в России он принят, и поэтому каждый человек должен ежегодно проходить флюорографическое обследование. Еще раз подтверждаю то, что, повторяю, что флюорографическое обследование группы риска, онкориска при раке легкого, вот этих больных, ХОБЛ, так называемый, плюс длительно курящих больных и плюс людей, которые старше 40 лет. То есть возрастная группа тоже имеет значение для возникновения рака легкого. Давайте немного поговорим и о раке молочной железы. Что должно беспокоить женщину, и как вообще ей заподозрить наличие такой онкологии? Во-первых, я хочу успокоить всех женщин. Дело в том, что в молочной железе рак возникает очень редко относительно других болезней, до 10%. В основном 90% – это доброкачественная опухоль. Очень часто, вы знаете термин, который в последнее время очень часто ставит этот диагноз – мастопатия. То есть нарушение гормонального обмена в организме женщины, когда ее беспокоят уплотнения в молочных железах, болезненные нагрубания передмесячными. Потом диагноз мастопатии может поставить при помощи УЗИ у женщин до 35 лет и маммографическим исследованиям после 40 лет. То есть это более информативно в этой возрастной группе. Далее, группа больных мастопатии считается предопухолевой патологией, потому что она подвержена больше переходу в рак. В 3-5 раз риск выше, чем у здоровых женщин. Но злокачественную опухоль женщина может нащупать сама. То есть самообследование молочных желез здесь играет очень важную роль. Если она заметит уплотнение в молочной железе, тянутый сосок, или увеличенные лимфоузлы в подмышленной надключичной области, всё это говорит о том, что больше шансов, что у женщины развивается злокачественная опухоль. Нужно срочно пойти на обследование к онкологу. Диагноз подтверждается в определённых случаях. Мы дальше о диагностике поговорим отдельно. А если у женщины какая-то группа риска, к примеру, зависит ли это от образа жизни, может, от профессии, возраста? Ну, от возраста, как Вы уже упомянули, зависит. Вот от профессии может быть это? Нет, профессия не играет роль возникновения рака молочной железы, но играет роль определённые факторы, которые могут способствовать этому заболеванию. Это, значит, нарушение половой жизни, кроме того, частые аборты. Это когда женщина не кормит грудью, то есть нарушенный лактационный период у женщин после родов. Всё это могут способствовать развитию рака молочной железы. Говоря о диагностике заболеваний, что Вы можете нам рассказать? Именно рака молочной железы. Рак молочной железы, да. Рак молочной железы диагноз ставится на основании клинических данных, то есть когда врач прощупывает опухоль, и уже на 90% опытный онколог может поставить диагноз. Но для этого нужно подтверждение заболевания. Это, я как ещё раз повторяю, ультразвуковое исследование, маммографическое, рентгенография молочных желез, плюс цитологическое и гистологическое исследования опухоли. То есть когда берут пункции, то процедура абсолютно безвредная, безболезненная, пунктирует опухоль, и на основании цитологического исследования под микроскопом врач уже предполагает диагноз. Окончательный диагноз ставится только после гистологического исследования. Сейчас, в последние годы, обязательно нужно проводить гистологическое исследование, то есть ткань, опухоль, кусочек берётся на исследование до операции, потому что этим определяется чувствительность к лечению, к определённым химиопрепаратам. Вот в вашем медицинском центре целитель, имеется ли всё необходимое оборудование для проведения такой диагностики? Да, практически у нас есть. У нас есть возможность и консультации онколога, и сделать УЗИ с пункцией, под контролем УЗИ опухоли, да, молочной железы. Единственное, у нас нет маммографа, но маммографическое исследование можно сделать в поликлиниках города и в республиканском онкологическом диспансере. На третьем месте у нас рак кожи. Считается, что чрезмерное пребывание на солнце может способствовать развитию данного заболевания. Так ли это на самом деле? Вы знаете, да, действительно, это так, это уже доказано, причём доказано научно уже последние годы. Но дело в том, что рак кожи друг к другу рознь. Эти опухоли разные. То есть тот рак кожи, который считают онкологи около 90% базально-клеточной или базалиома, он практически всегда поддаётся лечению. И через 5 лет эти больные снимаются с учёта. То есть это одна из самых благоприятно протекающих злокачественных опухолей. То есть она ведёт себя практически как доброкачественная опухоль. Очень хорошо поддаётся лечению. А вот другая форма, о которой как раз вы и говорите, это меланома. Вот она очень агрессивная, действительно считается наиболее злокачественной опухолью. Да, действительно, люди, у кого особенно очень много родинок по телу, те родинки, которые травмируются или даже покраснеют, начинают зудеть, изъязвляются, это все признаки злокачественного перерождения этих родинок. Поэтому мы всегда говорим, будьте начеку, будьте осторожны, всё время консультируйтесь с онкологом. И лучше всего оперировать своевременно эти родинки. Обследование в данном случае какое нужно будет пройти? Обследование. Больной сам может заметить у себя вот эти признаки. Плюс, если опухоль на коже, она чаще всего проявляется небольшим уплотнением с постоянным изъязвлением. То есть на лице, на коже лица очень часто люди в возрасте, обычно после 50 лет, замечают небольшое уплотнение, которое постепенно то покрывается корочкой, то снова спадает эта корочка. И они думают, ой, наверное, это что-то такое кожное. Но на самом деле нужно пойти к онкологу, потому что это может быть обычная базальома, взять соскоб стеклом, цитологическое исследование, и диагноз будет ясен уже. А лечение в этих случаях, оно дает практически стопроцентное излечение этой опухоли. Вы считаете, что ранняя диагностика рака сократила бы смертность, но, к сожалению, большинство россиян живут по такому принципу, поболит и перестанет, и вот такого рода у них правила. Вот как вы считаете, можно ли как-то убедить жителей своевременно проходить обследование? Да, вы знаете, ранняя диагностика действительно залог успеха у нас в онкологии, потому что своевременно начатое лечение это практическое выздоровление этого больного. За рубежом относятся к своему здоровью совершенно по-другому, чем у нас. Они проходят профосмотр, они своевременно проходят все исследования, то, что я вам говорила, флюорографию, обследование на онкомаркеры, маммографическое обследование, и поэтому у них показатели ранней диагностики в первой-второй стадии даже более 70%. У нас этот показатель по России около 50%, а у нас в республике 43%, то есть он очень низок. В этом задействована не только беда самих больных, но и беда участковой сети, которая не способствует раннему выявлению этой опухоли. А убеждать обязательно надо больных своевременно проходить и обследоваться. Здоровье нужно человеку самому в первую очередь. У каждого заболевания всегда бывают свои популярные методы лечения, и всегда находятся советчики. К примеру, от рака советуют пить соду или примесь водки с растительным маслом. Вот как вы считаете, можно ли такими способами вылечиться от рака? Вы знаете, за всю мою 27-летнюю работу онкологом, врачом, я еще не видела никогда, что народные средства такие, тем более вот этот метод Шевченко, то, что вы назвали масло с водкой, АСД, болит голов, все эти методы, они никогда не помогают больному. Может быть, какому-то больному они улучшат самочувствие, но они вред их. Вред в чем? Они теряют время. Больные теряют время, начало лечения. Вот это время драгоценное, вот это стоит потом им жизни. Вот, говоря о лечении, многие, наверное, наслышаны и о химиотерапии, иммунотерапии, генотерапии. Вот на самом деле, что будет более эффективным в лечении с раком? Вы знаете, уже последний год давно доказано, что рак нужно лечить комплексно, обязательно тремя методами исследования. Это операции, химиотерапия и лучевой терапия. Если лет 20 назад мы ставили вопрос только об оперативном лечении или операции и лучевой терапии, или комплексном лечении, тогда это не было так распространено. Сейчас химиотерапия шагнула действительно в будущее, на много шагов вперед, если можно так сказать. Почему? Потому что создаётся очень много высокодозной терапии, есть таргетные препараты, то есть целенаправленно воздействующие на опухоль. И они увеличивают эффективность лечения в разы. Поэтому это очень важно. Делать только оперативное лечение при случае злокачественного нанообразования, это только если опухоль первой стадии. И то даже у нас есть случаи, когда приезжают больные из Израиля, при наличии первой стадии проводят агрессивную химиотерапию, операцию, лучевой терапии. Вот Вы говорите, что каждый день разрабатываются более эффективные методы лечения, то есть каждый раз появляются новые лекарства, но их стоимость всегда бывает непомерно высокой. Как быть в таких случаях простым горожанам, у которых нет просто таких материальных средств, а жить при этом хочет каждый? Вы знаете, что я посоветую? Во-первых, вот речь идёт как раз об этой таргетной, так называемой целенаправленно терапии. Она создаётся технологией, создание очень дорогостоящей. Естественно, цена препарата оказывается от 50 до 200 тысяч. Даже такие цены, да. Мы говорим больным. Конечно, если эти препараты есть у нас в республиканском экологическом диспансере, тогда, конечно, цена не играет роли. Они получают их бесплатно. Но дело в том, что перебои в государственной системе сейчас в последнее время получения лекарств, финансирования, они ставят вопрос о том, что больной в первую очередь должен получить группу инвалидности. Получив группу инвалидности, он должен сохранить соцпакет. Мы всегда говорим больным, не берите эти тысячи рублей, возьмите, сохраните лекарственные льготы. И по лекарственным льготам, по системе ДЛО, дополнительного лекарственного обеспечения, через Министерство здравоохранения республики, он обязан получить этот препарат бесплатно. Вот считается, что вылечить рак на первой-второй стадии можно почти в 95%. А вот люди, которые обнаружили рак на третьей-четвёртой стадии, проценты выживаемости какие у них? Конечно, естественно, процент выживаемости у них будет намного ниже. Но дело в том, что это не обречённые люди. Мы говорим о том, что вопросы палеотивного лечения, то есть облегчающего как раз при таких запущенных уже стадиях, стоят в первую очередь сейчас у нас и во всём мире, и в России, и в республике. Мы этим больным проводим химиотерапию, мы этим больным проводим лучевую терапию при метастазах в кости с целью снять боли. Мы проводим облегчающие операции, то есть если у больного затруднённое глотание из опухоли, проводят наложение гастростомы. Если затруднённое дыхание, накладывают рахиостомы. Эти все операции, эти все виды лечения значительно улучшают качество жизни этих больных и, естественно, её продолжительность. Ну вот мне кажется, что во всём мире считается так, что если у вас диагноз рак, то это всегда смерть, скажем так. И можно ли как-то развеять эти мифы, что вы можете сказать по этому поводу? Ну я всегда говорю, рак – это не приговор, понимаете? Поэтому я говорю как статист, потому что я занималась и статистикой, помимо лечебной работы. У нас на учёте в республике более 20 тысяч больных, которые наблюдаются, онкобольных. Из них 43% свыше 5 лет. Конечно, это показать ещё далёк от того, которого мы хотели бы, потому что в России, например, показать 52%, за рубежом показатель пятилетней выживаемости состоит более 60%, даже 70%. Это говорит об уровнях качества оказания онкологической помощи. Поэтому если больной выявлен в начальных стадиях, конечно, мы будем говорить о пятилетней выживаемости процентов, вот как вы говорили, 95% и более. Но если выявлен в третьей, четвёртой стадии, процент снижается, конечно, до 50%, может быть ниже, может быть немножко выше. Но бороться с лечением, бороться с болезнью, проводить лечение нужно обязательно. Сейчас вот диагноз онкология всё чаще ставит и молодым людям. И зачастую, услышав этот диагноз, люди впадают в депрессию, в панику. Что бы вы посоветовали таким людям? Вы знаете, вот уже последние десятилетия, 10-15 лет говорят о том, что рак помолодел. Сказать, что он так сильно помолодел, этого нет. То есть всё равно статистика больше склонна к возникновению опухолей в возрасте за 40, 45 и за 50. Но у молодых характерная особенность – это то, что у них встречаются опухоли, допустим, лимфомы, опухоли костей. Если взять обычные опухоли, которые протекают у молодых, наоборот, они протекают очень агрессивно. В пожилом возрасте злокачественная опухоль ведёт себя более мягко, более доброкачественнее относительно, чем молодым. Психологическая сторона. Как быть? Нужно ли может обращаться к каким-то профессиональным психологам, людям с этим заболеванием? Вы знаете, когда ставят диагноз «злокачественная опухоль», это на самом деле жизнь до и после, как описывают сами же больные. Вы видите фильмы, вы видите всё. Это действительно изменяется вся жизнь, всё и направление, и психологический момент. Конечно же, близким людям надо быть всё время рядом с ним. Конечно, нужна психологическая реабилитация в этом случае. Но самое главное, больным нужно настроиться на длительный, многокурсовой этап лечения. А потом уже, когда он входит в реабилитацию, уже становится полноценным членом общества, тогда уже он становится забывать потихонечку, что он у нас лечился. Но мы всегда говорим, онкобольные с учёта не снимаются, они на контроле. Ежегодное обследование помогает предотвратить развитие рецидива или метастаза опухоли. Вот вы сейчас говорили о психологическом восприятии этого заболевания взрослыми. А как быть насчёт детей? Как должны поступать родители в таком случае, когда у ребёнка такой диагноз? Стоит ли им говорить о данном заболевании? И вот ещё я знаю, что вы работали в области детской онкологии. Да. Вот немного об этом тоже расскажите. Вы знаете, да, лет 15 я была детским онкологом. Но после совещания в Москве в 2002 году я поняла, что детская онкология должна базироваться на базе детской республиканской клинической больницы. Вот. И мы действительно общими усилиями сделали так, что дети у нас получают лечение в специальном отделении онкогематологии детской многопрофильной больницы. Оно было создано в 2004 году. И все дети конституруются там. Детская онкология и взрослая онкология – это два разных абсолютно направления. То есть если у взрослых встречаются те опухоли, которые я вам перечисляла до этого, да, у детей они не встречаются. У детей встречаются чаще всего лимфомы, лейкозы. Есть типично детские опухоли. Допустим, опухоль глаза ретинобластома или опухоль почек, опухоль вимса. То есть у них и тактика лечения отличается от взрослой. Дети действительно онкобольные дети, у них другой психологический мир. Они бывают как взрослые, у них очень разнотое мышление. Действительно очень умные эти дети. И, конечно, в этот период жизни с ними должны быть ближе их родители. Врачи уже, конечно, помогают все. Но морально ближе родителей никто не будет с детьми. Вот вы говорили, что общий стаж вашей работы составляет около 27 лет, если я не ошибаюсь. И наверняка за это время были множество интересных случаев в вашей практике. Наверное, мне почему-то кажется, что у врачей, особенно если даже онкологов возьмем, бывают такие, в памяти остаются такие пациенты, которые меняют, наверное, и вашу жизнь, может, и повлияют на судьбу самого пациента. Было ли что-нибудь такое? Нет, случаев, конечно, было очень много. Область действительно морально очень тяжелая. И вот со стороны, если посмотрите, иногда думаешь, как ты можешь работать в такой структуре. Но работаешь, помогаешь людям, и они чувствуют, что ты им нужна. Это самое главное. Ну, случай я бы, например, посчитала бы, нужно привести случай из детства. Почему-то двое, трое детей, которых я точно помню, девочка 11 лет, ей поставили диагноз злокачественную опухоль брюшной полости. То есть врач на основании гистологического исследования подтвердил диагноз. И когда она к нам пришла на курс химиотерапии, она провела один курс химиотерапии. Но то, что ее состояние изменилось, он чувствовал себя прекрасно. И я посоветовала им поехать в Москву. Диагноз был снят. Ей поставили доброкачественную опухоль. Представляете, какая радость родителям этого ребенка. И таких случаев было немало, поверьте мне. А вот говоря, вот зачастую уезжают на лечение за границу, то есть за пределы нашей страны. Вот у нас в Дагестане, как обстоит с этим дело? Вы знаете, у нас в Дагестане наше учреждение головное, специализированное, где я столько лет проработала, республиканский онкологический диспансер, да, оно принимает четвертую часть этих больных. Оно даже при желании своем не может принять больше, потому что стационар рассчитан всего лишь на 190 коек. А по нашему уровню заболеваемости в Дагестане необходимо 600 коек. И, конечно же, такие больные уезжают. В первую очередь уезжают в Ростов. Все знают прекрасно. Ростов у нас становится уже базой. Все больные едут туда и оттуда приходят к нам со своим заключением, обследованием, необходимостью лечения. Проводят курсы химиотерапии, допустим, у нас уже. Вот. Москва. За рубежом вместе сравнить. Да, больные попадаются. Вот недавно был случай. Больной приехал с Израиля. Другая была из Германии. Женщина приехала. В принципе, тактика лечения практически та же самая. Вот они ездят туда, они думают, что там уровень лечения. Конечно, может быть, там диагностическая база поставлена лучше. Может быть, качество лекарственных препаратов лучше на порядок. Понимаете вы? Но тактика лечения одна и та же везде. А можно ли минимизировать риск развития рака? Ну, можно, конечно же. Если помнить о том, что такое профилактика рака, наверное. Поэтому можно будет, ну, действительно свести до минимума возникновения опухолей. Это, в первую очередь, здоровый образ жизни. Здоровое питание. Это исключить стресс. Это добавить физические нагрузки. Но физические нагрузки, они тоже уменьшают эстроген. Тоже как точка приложения раковой клетки. Вот. Кроме того, убрать вредные привычки. То же курение, тот же алкоголь, который является не просто причиной возникновения доказанного уже рака лёгкого, но и доказанного рака мочевого пузыря, рака пищевода. Поэтому нужно следовать этим правилам. Вот вы говорили, что растёт заболеваемость раком предстательной железы. Что можно посоветовать в данном случае мужчинам? Вы знаете, у нас в республике даже это налицо. Вот, допустим, если буквально 5 лет назад мы выявляли 80 случаев больных раком предстательной железы, то сейчас эта цифра практически удвоилась. Даже в 2,5 раза больше этих больных стало. Это хорошо, потому что мы выявляем. Это хорошо, потому что мы обследуем мужчин на ПСА. Это онкомаркёр, который специфичен для возникновения рака предстательной железы. То есть практически в республике ежегодно 68 человек, практически здоровые мужчины, сдавали анализ крови на онкомаркёр, и у них выявлялся рак предстательной железы впоследствии. Это очень хорошо. Поэтому мы говорим мужчинам проводить обследование на ПСА. Кстати, у нас тоже поликлиника и медицинский центр целитель располагают этой процедурой. Дообследовать можно сделать ультразвуковое исследование предстательной железы. Дообследовать можно назначить консультацию уролога с гистологическим исследованием ткани. Дообследовать – это провести рентгенографию костей таза, чтобы исключить метастазы. Давайте ещё более подробно поговорим о диагностике заболеваний рака. Что можно в первую очередь сказать? Мы говорили, молочная железа у нас, маммографию мы проводим, рак лёгких. Про рак лёгких давайте немного. И про другие какие-то заболевания ещё. Понимаете, есть общие принципы диагностики злокачественных опухолей. Это, как я ещё раз говорю, цитогистологическая и плюс иммуногистохимическая. Что такое иммуногистохимия? Это относительно новое направление в онкологии. Ну, относительно новое, можно говорить, да? Когда та же опухоль исследуется не только гистологически, но и на генном уровне. То есть мы можем подтвердить характер и тип опухоли. Это очень важно для определения тактики лечения. И мы можем определить чувствительность её к определённым химии или гормональным препаратам. Вторые методы исследования – это обследование на онкомаркёры. Как я вам ещё раз сказала, это ПСА, строго специфичный практически для предстательной железы. Это СА-125 для рака яичников, но он не специфичный. То есть если повышение этого маркёра идёт в крови у женщин, бояться не надо. Это не всегда говорит о том, что это даже можно сказать в основном, что это не злокачественная опухоль, но надо дообследовать женщину. Это СА-15 для рака молочной железы тоже не специфичный. То есть все эти маркёры, они нам, онкологам, больше нужны. Почему? Потому что чтобы исключить наличие рецидива метастаза у больной с этой патологией, онкобольной. И РЕ есть тоже для определения чувствительности, выявить рак желудочно-кишечного тракта. Другой метод диагностики злокачественной опухоли – это эндоскопический. То есть эндоскопическая служба, это вы знаете гастроскопия, все знают гастроскопию и колоноскопию. Но все забывают о том, что можно сделать бронхоскопию, чтобы выявить рак лёгкого. Ларингоскопия, чтобы выявить рак гортани. Цистоскопия, чтобы выявить рак почвопузыря. Все эти исследования проводятся у нас в Центре Целитель. Вот мы говорим об онкологии. Вот хотелось бы задать немножко, отойти от темы и поговорить о том, как вы сами пришли в эту область. И 27 лет, вы уже сказали, ещё раз повторюсь. Как начинался ваш путь? Вы знаете, я выбрала специальность ещё со студенческой скамьи. Это было на первом курсе. Вот, ну, такой случай был, у нас не было одной пары, и мы пошли все в библиотеку. И каждый выбрал учебник, который просто попался ему под руки. Мне попался учебник онкологии Петерсона. И просто открыв его, на первой той же странице, которую я открыла, было написано, сколько бы прожили эти больные, если бы они не умерли бы от рака. И приводилась в большая цифра. Потом было написано, что это работает ради этого. Вот я выбрала свою специальность и выбрала именно химиотерапию. По окончании института я пошла в онкологический диспансер и занималась вопросами химиотерапии, вопросами детской онкологии. В одно время статистикой, как я вам сказала, была заместителем главного врача и заведующей отделением химиотерапии. Зарина Дербейковна, хотелось бы услышать Ваши пожелания в адрес наших телезрителей. Я хочу пожелать всем телезрителям, чтобы они не боялись слова «рак». Конечно, это трудно, но это можно сделать. Я хочу пожелать, чтобы они своевременно обследовались. Те виды лечения, обследования диагностические, маммография, обследования на онкомаркере, рентгеноследования, обследования гинеколога обязательно, с цитологическим исследованием в шейке матки, чтобы исключить рак в шейке матки. Нужно приходить и обследоваться, чтобы своевременно мы могли вам поставить диагноз и начать лечение. Или же еще лучше исключить его. Вообще я хочу пожелать людям, чтобы они больше ценили своих близких и просто наслаждались своей жизнью. Заяна Изребековна, я благодарна, что вы все-таки нашли время и пришли к нам на передачу. Я напомню телезрителям, что врач-онколог ведет прием в медицинском центре «Целитель» города Махачкалы по адресу улицы Казбекова, 172 В. Это у входа в республиканский диагностический центр. А также приемы будут вестись и у нас в поликлинике «Целитель» в Каспийске по субботам с 10 часов до 2 часов дня. Берегите себя и своих близких и пусть всякая болезнь обходит ваш дом стороной.